Добрый вечер, уважаемые подписчики страницы Redout Law Company. Сегодня пятница, и по традиции у нас с вами часовой прямой эфир. Тема нашего сегодняшнего прямого эфира – это методы работы религиозных экстремистов. Я думаю, что эту тему можно было бы еще несколько перефразировать. Например, как из нормального человека, познакомившись с кем-то в интернете, стать нищим городским сумасшедшим? Как, будучи никем и не умея ничего делать, склонять людей к совершению уголовных преступлений и зарабатывать на этом деньги? Или, например, как устранить неугодных вам конкурентов? Или, например, как взять и кому-то отомстить? Обратите внимание на то, что все, что я перечислила, является достаточно незаконным и социально неприемлемым. Но, тем не менее, подобного рода деятельность на нашей планете Земля осуществляется. Но, regardless of this fact, this kind of activities are being implemented on the planet Earth. Сегодня я не буду говорить о методах работы религиозных экстремистов с исторической и с научной точки зрения. Я буду говорить с практической и жизненной точки зрения. Кому интересна эта тема и с научной точки зрения, и с исторической точки зрения, я всем напоминаю, что каждые два дня у нас проходят прямые эфиры на тему настоящей истории культуру культового и антикультового движений. И на этих прямых эфирах вы можете ознакомиться с указанной информацией. Для начала давайте с вами коротко ознакомимся, что же такое религиозный экстремист. Если не цитировать достаточно емкое определение, которое содержится, например, в Википедии, то мы могли бы сказать, что религиозный экстремизм – это следующее. Это нарушение прав человека на свободу совести и вероисповедания, которое выражается в радикальных и достаточно незаконных действиях. Существует в мире два так называемых движения, то есть два так называемых течения, которые имеют к этому непосредственное отношение. Это контркультовое движение и антикультовое движение. Что такое контркультовое движение? Это некая критика, это некие действия, иногда эти действия бывают радикальными со стороны главенствующей религии на той или иной территории в отношении неких новых религиозных движений. Что такое антикультовое движение? Это все то же самое, но со стороны неких общественных объединений и со стороны государства. Иногда эти два движения объединяются между собой для достижения общей цели. И, как вы понимаете, эта цель, безусловно, большая, светлая и очень христианская. Как мы можем увидеть проявление деятельности этих движений? Когда вы видите по телевизору, читаете где-то в газетах, в интернете определенного рода информацию, вы можете точно сказать, что эти люди представители либо контркультового, либо антикультового движения. Что вы можете прочитать и что вы можете увидеть? Это секта. Это очень-очень опасные сектанты. Мы все находимся в безумной опасности, пока эти люди живут в нашем городе. Я тот самый герой, который спасет вас от этих страшных сектантах. То есть, по сути своей, когда вы видите подобного рода заявления неких лиц, вам надо понимать, что вы имеете дело с представителями контркультового, либо антикультового движения. Безусловно, у вас может возникнуть вопрос, а зачем вообще кому-то кого-то спасать? И нуждается ли вообще кто-то во спасении? И что такое секта? Вы знаете, ответы на эти вопросы достаточно интересные. Сегодня мы с вами разберемся с тем, зачем же кому-то кого-то спасать. И самое главное, со что? Потому что это самое интересное вопрос. Потому что это самое интересное вопрос. Для тех людей, которые хотят познакомиться с тем, что же такое секта, я бы рекомендовала проделать следующую процедуру. Потратьте совсем немного вашего времени. И вы сделаете для себя совершенно неожиданный вывод. Например, вы могли бы почитать некие труды некого сектоведа, которого зовут Александр Творкин. Вы могли бы зайти на сайт некой организации, которая называется Factless. И поискать там информацию, что же такое секта. После того, как вы закончите читать определение, вы забудете, что было в начале. А когда вы начнете читать признаки секты, вы поймете, что под эти признаки подходит все что угодно. Начиная от правоохранительных органов вашего государства. Полиции, прокуратуры, службы безопасности, заканчивая армией. Потому что если пользоваться подобного рода критериями, то армия любого государства это самая опасная секта. Потому что, как вы понимаете, если мы с вами говорим о контркультовом и антикультовом движении, ни о какой правде здесь речи не идет. Всегда существует цена вопроса. И я думаю, что вы крайне удивитесь, когда вы услышите эту цену. Потому что, например, человек, который всю жизнь честно трудится где-нибудь на заводе или работает учителем в школе, о таких деньгах даже помыслить не может. И я хотела бы вам привести один достаточно забавный пример, который в том числе являлся экспериментом о том, как же появляются секты. В Российской Федерации существует некий центр Иринея Леонского и у него есть веб-сайт. Это центр Русской Православной Церкви. На этом сайте вы можете увидеть списки тех организаций, которые отнесены к сектам. В этом списке есть парикмахерские. Кафе, рестораны, различные производственные предприятия. Безусловно, там есть новые религиозные движения. Клубы по интересам. В общем, все, что плохо лежит. И как же это все, что плохо лежит, туда попадает. И здесь как раз я и расскажу некую историю. Одним вечером главный редактор газеты «Нераскрытые преступления» Константин Слободенюк сидел дома и грустил. Ему было очень грустно. И от этой грусти он взял и придумал секту. Я уже точно не помню, как она называлась. Это была какая-то секта каких-то апостолов. В общем, какое-то такое название. Достаточно странное. Я даже не помню, какой был назван колта. Это был очень странный назван, что апостолическое. Константин Слободенюк напечатал статью. И разместил ее в интернете из-под фейка. Прошло несколько дней. И в списке сект на сайте Иринея Леонского появилась секта, которую придумал Константин Слободенюк. По сути своей, плод грустного воображения Константина Слободенюка превратился в секту, которая была размещена в списке сект на сайте Иринея Леонского. Иринея Леонского. Константин Слободенюк и адвокат Олег Мальцев сделали очень интересный репортаж на эту тему. Если вам интересно, вы можете посмотреть его в YouTube. Совершенно непрофессиональная деятельность центра Иринея Леонского была разоблачена. Но Константин на этом не остановился. Он создал еще две секты, которые тоже разместили на сайте Иринеи Леонского. Но по поводу этих так называемых сект никакого репортажа Константин не делал. И те люди, которые ведут указанный веб-сайт, до сих пор не знают, что там есть еще две так называемые секты, которые являются плодом воображения главного редактора газеты «Нераскрытые преступления». Но давайте с вами опять же попробуем снова вернуться к тому же, как зарабатываются деньги. В 2016 году адвокат и ученый Олег Викторович Мальцев приезжал в Турин к профессору Иринея в Центр изучения новых религий. В своем интервью профессор Иринея рассказал достаточно интересную информацию. Это интервью выложено в YouTube. Вы можете проверить мои слова и убедиться в том, что профессор Иринея сказал именно это. Профессор Иринея сказал, что сейчас антикультовые движения находятся в глубоком кризисе. Почему они находятся в глубоком кризисе? Закончились секты. Потому что нет больше сект. И что же делать в этой ситуации? Решение было найдено очень простое. Они их начали придумывать. Помните сайт Иринея Леонского? Где сектами являются парикмахерские, кафе, рестораны и предприятия, которые занимаются производством. То есть те организации, которые никакого отношения к религии не имеют. Но они находятся в списке сект. Представьте себе, вы владелец ресторана, который честно выполняет свою работу. У вас есть клиенты и в один день вы понимаете, что вас занесли в список сект. И вы задаетесь вопросом, а почему и зачем? И здесь мы опять подходим с вами к вопросу, как же зарабатываются деньги. Мы подходим к вопросу о том, как устраняются неудобные конкуренты. Как владельцы подобного рода ресторанов шантажируются? Как сотрудники этого ресторана становятся просто жертвами религиозных экстремистов? Итак, принцип действия прибора следующий. Сначала должна появиться жертва. Это должен быть человек, которого чем-то обидели или как он считает, чем-то обидели, который затаил некую злобу. Если вы возьмете любого собственника бизнеса, если вы возьмете любой бизнес и посмотрите на то, сколько людей оттуда увольняется, вы можете для себя сделать вывод или которых увольняли, что в общем-то таких людей в любом бизнесе достаточно немало. И некоторые из них, безусловно, хотят отомстить. А еще у директора этого предприятия есть конкуренты. Которые спят и влияют, как бы убрать этого человека с рынка. А еще у этого человека есть знакомые, есть друзья и есть большая вероятность того, что среди них есть кто-то, кто затаил на него обиду. Причем эта обида может быть совершенно придумана. И, как говорят, душа человеческая, в общем-то, потемки. Как говорится, в русском, «the soul of a human is full of secrets». А голова – предмет темный и исследованию не подлежит. Итак, этап номер один – появляется некто бедный, несчастный и пострадавший. Причем вам нужно понимать, что он не обязательно считает себя бедным, несчастным и пострадавшим. Но он себя таким позиционирует. Позиционирует, потому что ему так выгодно. Но, как вы понимаете, подобного рода человек один быть не может. Ему всегда нужна группа. И он эту группу находит. Он обращается, например, в центре Ильинии Ильинского. Либо к таким сомнительным личностям, как некий сектовед Александр Борисович Невеев. Или к каким-то странным человеком, как так называемый «эксперт» в «калпс» Александр Борисович Дворкин. Невеев. Это может быть и любой другой так называемый «сектовед». Иногда это может быть просто журналист. Которому нужно зарабатывать деньги и которому нужны так называемые «жареные фатки». Вы же прекрасно понимаете, что если новостей нет, то их можно придумать. И руководство будет довольно. И так наш несчастный человек обращается в некую организацию, либо к некому лицу. Там он встречает очень понимающих людей. Который говорит, ну да-то что. Боже мой, это какой-то ужас. Это точно секта. Почему не что-то другое? Потому что эти люди представители антикультового движения. И для них мир делится на секты и не секты. И для них все категорировано как дивизион «культ» или «не культ». Итак, наш несчастный человек находит поддержку моральную в подобного рода движения, либо у подобного рода сомнительных личностей, как Александр Борисович Невеев. И указанное лицо, либо указанная организация, в общем-то, достаточно быстро приступает к выполнению этапа номер один. Он называется нетерпимость. Какова цель этой стадии? Необходимо сформировать некое общественное мнение о том, что некая группа лиц, это может быть предприятие, это может быть новое религиозное движение и даже кафе и ресторан плохие. Кроме того, необходимо создать некое мнение, что эта группа опасна для общественного счастья. Пытается внести некое мнение, что если бы этой группы или этого человека, это может, кстати, касаться даже и просто отдельного человека, например, руководителя предприятия, если бы вот их не было, то мы бы жили лучше и мы бы жили счастливо. Вы можете спросить, откуда же вообще появилась подобного рода идея? А ведь ничего из ничего не получается. Ответ очень простой в Германии 30-х годов. Именно в такой способ в Германии 30-х годов евреев сделали теми людьми, с которыми впоследствии можно было делать все что угодно. Как вы понимаете, с приходом Гитлера в Германии не сразу же ведь начали говорить о том, что евреи плохи. И это невозможно по объективным причинам. Ну, представьте себе, это ваши соседи, это ваши коллеги по работе, это ваши родственники, и почему в какой-то момент времени вы должны решить, что они плохи? И почему вы должны поверить в то, что они для кого-то опасны? Почему вы должны поверить в то, что без них вам было бы лучше? Для этого и существует стадия нетерпимости. Как это делали в Германии 30-х годов и как это делают сейчас? Принцип тот же самый. Несколько изменились способы с учетом появления интернета. Принципы все же, но методы все изменены, просто потому что интернет уже больше развивается. Например, в Германии 30-х годов снимали фильмы о том, что евреи крадут детей и едят их. Понятное дело, что это был полный абсурд. Был даже такой фильм, который назывался «Еврей Зюс». Безусловно, он не является сейчас запрещенным. Ну, представьте себе, 30-е годы, что такое кинотеатр, что такое кино? Это Бог для людей. А сейчас для людей подобного рода Богом стал интернет. Поэтому сейчас появляется такой человек, например, как Александр Борисович Невеев, которого вы видите в ютубе. У которого написано на заставке «Сектовед». Кто такой сектовед вообще есть? Ну, это, наверное, тот, кто ведает секту. Ну, или заведует всеми сектами, я не знаю. И этот человек начинает со звероподобным рвением обливать вас грязью. Говорит, что ваша организация – секта. А вы страшный, ужасный и опасный сектант. Такие люди, как Александр Борисович Невеев, не брезгуют и тем, чтобы назвать вас мошенниками. Такие люди, как Александр Борисович Невеев, не брезгуют тем, чтобы вообще выдумывать какие-то истории о том, что вы чуть ли не детей на завтрак едите. Дальше в интернете появляются на вас фото жабы разные. Ну, как вы понимаете, с легкой руки таких людей, как Александр Борисович. Дальше появляются статьи, где написано, какая ваша организация опасна или какой вы страшна. Вы помните, у нас еще есть жертва. Она тоже разворачивает достаточно кипучую деятельность в интернете. И если в этой ситуации вы не будете этих людей останавливать и отвечать, то в какой-то период времени вы поймете, что общественное мнение сформировано не в вашу пользу. И это общественное мнение сформировано искусственно и надумано. Потому что вы помните, у вас ресторан. Или у вас, например, спортивный зал какой-то. Или вы производите пепельницы. Или, например, вы собственник адвокатской компании. История мирового антикультового движения знает и такой факт. И как сказал профессор Интровиния, я бы сказал, что это мировая премьера. Потому что даже самым беспринципным представителем антикультового движения не пришло в голову за всю историю его существования назвать адвокатскую контору сектой. И так, когда проходится этап нетерпимости, подготовлена почва. Почва для зарабатывания денег. Деньги зарабатываются двумя способами. Деньги будут получать, именно получать, потому что, другим словом, это назвать невозможно, с родителей ваших сотрудников. За то, чтобы спасать их совершеннолетних детей из секты. Вы помните из секты, которую они сами и придумали. По сути своей, что происходит? Некая группа лиц берет какое-либо предприятие и нарекает его сектой. После чего начинает из этого предприятия, которое они нарекли сектой, спасать его сотрудников. Это способ заработка номер один. Способ заработка номер два. Вы помните наших жертв, о которых мы говорили в начале? Человек так устроен, что он всегда верит в то, что ему выгодно. Выгодно – это всегда основа внушения. И вы знаете, что внушение – это всегда основа гипнозы. Поэтому они тоже начинают платить деньги. Либо, если это все устроили ваши конкуренты, то ваши конкуренты тоже будут платить деньги. Если все эти вещи будут организованы по вашим компетентам и врагам на рынке, то они тоже начинают платить деньги. Здесь вы можете спросить, а что же будут делать такие люди, как Александр Борисович Невеев. Они будут действовать следующим способом. Например, в социальной сети Facebook к вашим родителям, отцу или матери постучиться к друзьям не коже чем. И неважно, существует ли она в действительности или это просто фейк. После непродолжительного знакомства и нахождения общих интересов, она сообщит вам страшную новость. Ваш совершеннолетний сын или дочь попали в секту. В подтверждение своих слов она вам скинет ссылки на Александра Борисовича Невеева. При этом может оказаться совершенно не удивительным, что вот эта вот женщина это, например, фейк Александра Борисовича Невеева. Это же так прекрасно цитировать самого себя в качестве доказательства. После этого вам скинут ссылки на статьи в интернете. И начнут играть вашими родительскими чувствами. Пугая вас тем, что если вы сейчас не заберете своего ребенка из секты, он просто погибнет. Безусловно, перепуганные мать или отец начинают звонить своему сыну или дочери. И говорить, ты попал в секту. Безусловно, ответ на это человека будет следующим. Мам, тебе надо отдыхать, я работаю в ресторане. Или, мам, успокойся, я работаю в адвокатской компании. Или, слушай, мам, я на работе, на заводе вообще ты работаю, ты не забыла? Мама начинает отвечать в фейсбуке тому лицу, которое я ей написала. И говорит, ой, вы знаете, я говорила со своим сыном, он говорит, что все в порядке. На что получает следующий ответ. Именно так всегда отвечает человек, который попал в секту. Их там этому учат. Их запугивают, они боятся вообще говорить, что они в секте. Твой сын или дочь очень, очень сильно страдают, но не так страшно, что они никогда не скажут, что они в секте. И, безусловно, перепуганные родители спрашивают, что же делать. И здесь появляются деньги. Что же нужно делать? Первое, необходимо идти к журналистам. Для того, чтобы они сделали репортаж и разоблачили эту страшную секту. Устраивается встреча с неким журналистом. Журналист сидит, хватается из-за сердца и говорит, боже, какой ужас. Надо срочно, надо срочно спасать вашу дочь или вашего сына. Конечно же, я займусь этим делом, я проведу расследование. Мы их обязательно разоблачим и покажем по телевизору. Но, вы знаете, есть одна проблемка. Нужно оплатить работу нашего оператора, монтажёра. Вы же понимаете, это не входит в наш план работы. Это некая другая работа. То есть, есть вещи, за которые надо заплатить. Но лично я буду работать бесплатно. Безусловно, родитель говорит, да конечно, спасибо вам большое. Ну что, что эти копейки? Конечно же, я всё заплачу. И платит. Журналист начинает готовить страшный репортаж. Ну, как вы помните, если новостей нет, то их надо придумать. Как выглядит, я придумал секту. Например, говорят, 15 разных женщин, 15 разных историй любви. И жертвы ищут его по всей Европе и не могут найти. И они являются жертвами. А при этом человек каждые три месяца ездит в Европу, проводит там по две-три недели. И, как вы понимаете, что никто его не ищет. Журналисты говорят, покажи 15 женщин. А он говорит, да что вы, нет конечно. Я вам покажу только одну, а 14 боятся. Но вы мне просто поверите в то, что они существуют. Почему вы должны мне верить? Ну, просто так. Вы что, забыли, что я за правду? После этого, например, берется некий договор. В котором написано, что все платится за счет компании. И в эфире говорится другое. Показывается первая строчка, где написана цена. И говорится, вот смотрите, у него взяли там, например, 60 тысяч гривен. А вторую строчку, где написано, что за это все платит компания. Просто мы не показываем. Ну, в общем-то, как бы ее и нет. После этого обязательно нужно пойти к психологу. Надо найти и того психолога, который поставит человеку диагноз. Хотя диагнозов психолог ставить не может. Но такого надо найти. Ну, если даже он этого непосредственно им не скажет. Есть верный способ. Помните фильм «Человек с бульвара» Капуцинов? Где главная героиня говорит ему, Джонни, сделай монтаж. Где главная героиня говорит ему, Джонни, сделай монтаж. И нас Джонни журналист делает монтаж. После того, как появляется репортаж из серии «Я его слепила из того, что было». Появляется новая проблема. Приглашается наш родитель, так называемый. И ему говорят, ты знаешь, наш главный редактор требует с нас деньги для того, чтобы пустить этот репортаж в эфир. И он или она говорит, что, знаешь, наш главный редактор, он требует, что эта новость должна быть плачена, чтобы идти на выход. Что же нам делать? Мы такой правильный репортаж сделали. И человек говорит, господи, давайте это делать. Ну, конечно, для того, чтобы правда совершилась, никаких денег не жаль. Итак, стадия заработка журналиста у нас подходит к концу. Безусловно, таких репортажей может быть два, три, четыре, пять это не означает. Теперь мы возвращаемся к человеку, подобному сектоведу Александру Борисовичу Невееву, который это все организовывает. И здесь появляется тип предпринимающего человека номер два. Ну, представьте себе, вышел репортаж, а человек как продолжал работать, так и работает. Безусловно, а родитель говорит, ну где же результат, почему мы его до сих пор не забрали из секты? Ему отвечают, вы знаете, видно вашему сыну или вашей дочери так промыли мозги, так запугались, что вот только этим способом мы не справились. Нужен метод номер два. Нужен психолог. Надо взять вашего ребенка и насильно его привести к психологу, чтобы он с ним поговорил, чтобы он его раззомбировал. И родитель платит деньги. И родитель, конечно, пьет. Но, как вы понимаете, ничего не происходит по той простой причине, что, вы помните, наш так называемый ребенок работает в ресторане. И чем больше ему звонит мама и говорит, что ты все, тем мы тебя спасем, тем больше ему самому хочется маму отвезти к психологу. А иногда и даже в психиатру. И иногда даже в психиатру. Когда этап номер два не возымеет никакого эффекта, человеку предлагают этап номер три. Ему говорят следующее, ты знаешь, я думаю, что нам надо идти к юристу. Потому что юрист это тот человек, который может в рамках закона этих негодяев поставить на место. И родитель, безусловно, соглашается, потому что его запугали до такой степени, что он уже не только в секты верит, а его в что угодно верит. И идет к юристу. Он приходит к юристу, рассказывает ему историю о том, как его сын или дочь попали в секту, как все безрезультатно, как все страшно и т.д. и т.п. Юрист говорит, безусловно, его надо спасать. И в этот момент времени, если этот юрист является еще и адвокатом, он грубейшим способом нарушает правила адвокатской этики. И в этом моменте, если этот юрист, если он тоже адвокат, он сделает очень сильный ошибок в сектах. Потому что он откровенно лжет своему клиенту. Потому что он удовлетворенно и открыто льет к клиенту. На данном этапе юрист или адвокат советует обычно следующее. Давайте напишем на них заявление во все вообще существующие правоохранительные органы. И направим эти заявления туда. Подобного рода заявления я как адвокат видела. И я вам могу сказать, что более смешного позора, юридической прогрессии я не видела никогда. Потому что очень тяжело обвинить человека в совершении преступления, которого он не совершил. И безусловно, когда сотрудники правоохранительных органов получают подобного рода заявления, реакции у них подобные мои. Но подобного рода недобросовестный юрист или адвокат на этом не останавливается. Он говорит, вы знаете, это секта всех купила. Они купили всех представителей правоохранительных органов нашего города. Всех заплатили. И предлагают тоже заплатить. И родители соглашаются. Я знаю людей, которые заплатили по 20 тысяч долларов за это. И в конце нашего разговора я, безусловно, приведу вам несколько примеров, которые вы сможете проверить и посмотреть, чтобы не думать, что я сейчас голословна. После того, как наш горе юрист написал во все правоохранительные органы города, он обычно предлагает подать заявление в налоговую милицию. И наш родитель, безусловно, на это идет. Но мы же сами помним, что все правоохранительные органы куплены сектой. Поэтому в налоговую милицию тоже надо заплатить. Когда все указанные совершенно незаконные и надуманные способы якобы защиты человека исчерпаны. Когда наш родитель начинает понимать, что ни журналисты, ни психологи, ни юристы не могут ничего сделать с той проблемой, которая у него якобы есть. Заплачено очень много денег, а их сын или дочь продолжают работать в ресторане, либо в адвокатской компании. Наш родитель спрашивает, где же результат. Ему говорят, вы знаете, вообще такая страшная секта, просто ужасная секта, но есть выход. Нам надо похитить вашего сына или дочь. Ну, посадить насильно машину, отвезти к вам домой, например, из-за города и не выпускать его оттуда. И некоторые родители идут на подобного рода шаги. И я тоже приведу конкретный пример тому, как это было. Когда похищение собственного ребенка не удается. Когда ничего не сработало, а деньги потрачены. Приходит момент объединения. Мы должны все объединиться. Как мы все объединяемся. Ну, мы, например, пишем письмо губернатору области или мэру города, под которым все подписываемся. То есть все, кто в этом участвовал, в нем подпишутся обязательно. И просим разобраться со страшной сектой. Ну, как вы понимаете, когда губернатор области или мэр города получает подобного рода письмо, то реакция любого нормального человека будет приблизительно следующая. Мы же спонсируем психиатрические клиники в городе. Куда делаются деньги? Чем занимаются врачи? Почему я получаю подобного рода письма? Теперь же давайте с вами поговорим о нескольких примерах. То есть то, что я сейчас описывала, на самом деле происходило не только в Украине, но и в других странах. И вы можете самостоятельно посмотреть и убедиться в том, что я говорю соответствует действительности. Например, подобного рода действия были проделаны с нашей адвокатской компанией. Это была достаточно громкая история в Одессе, которая закончилась моим докладом в марте месяце в Римском парламенте. Также она закончилась достаточно громкой статьей Human Rights Watch, которая была выслана во все государственные органы. 400 адресаторов. Там было включая посольство, консульство и так далее и тому подобное. И также эта история, она закончилась с моим артиклом, который был проделан к Human Rights Watch. И, по-моему, он был проделан к множественным правилам. Там было около 400 адресаторов. То, что я вам сегодня объясняла, было проделано с матерью нашего сотрудника Юлией Яловой. Которая, в общем-то, была учителем в Одесской области и никогда в жизни никаких незаконных действий, вероятно, не совершала. Но ее настолько запугали, настолько внушили, хотя вы помните, что основой внушения является выгодой. Изначально ее отношения с дочерью были не очень теплыми. Поэтому, прямо в начале, ее отношение с дочерью не было очень теплым. Но за крайне короткий промежуток времени этот человек совершил действия, которые подпадают под квалификацию восьми уголовных преступлений. Но за крайне короткий промежуток, ее действия были соответствующими с 8 нескольких преступлений. Да, преступлений. Крайм. Крайм. Более того, вот все, что я вам говорила, с ней проделали. И когда она общалась со своей дочерью, то она сказала, что за все это она заплатила 20 тысяч долларов. Вы можете зайти на канал газеты «Нераскрытые преступления» и вообще воочию увидеть, во что превращается человек, который попал под влияние подобного рода лиц, как Александр Борисович Невеев. Чтобы вы поняли, что я не голословна. Более того, вы можете там увидеть видео с нашим бывшим сотрудником, который звали Дарья Овчинникова. После того, как вот это все проделали с мамой Юлей Яловой, эта группа лиц принялась за родителей Дарьи Овчинниковой. Которые приехали к ней домой, насильно посадили ее автомобиль и пытались вылезти за территорию Одессы. Но этого им тоже показалось малым. И они принялись работать с родителями еще наших двоих сотрудниц, они являются сестрами. Безусловно, мы узнали об этом вовремя, потому что родители этих сотрудниц собирались выкупать своих дочерей из секты. А для того, чтобы выкупить своих детей, они собирались продать квартиру, в которую они живут. И для того, чтобы выкупить своих детей, они планировали продать квартиру. Ну, когда они приехали в Одессу, пришли к нам в офис и пообщались с нами, они поняли, что их обманули. Однако, когда они приехали в Одессу, в нашем офисе, и провели конверсацию с нами, они поняли, что они были ошибки. Подытоживая все изложенное сегодня, я думаю, что можно было бы означать несколько вопросов. Я думаю, что мы можем сделать несколько вопросов. Вывод номер один. Если кто-то вдруг собирается спасать вас или ваших детей, подумайте десять раз, а зачем это нужно этому человеку? Если есть кто-то, который пытается избежать своих детей, то первое, что вы должны спросить себе, почему они нужны? В чем причина его подобного рода, скажем так, благотворительной деятельности? I mean, what stands behind the motives of such person to make such a kind act? Почему вы этому человеку не заняться собой? Почему он занимается вашими детьми? Why doesn't this person is dealing with his own activity with himself? Why he is dealing with your kids? Это вопрос номер один, который можно было бы себе задать. And this is the question number one that one might ask himself. Вопрос номер два, который можно было бы себе задать. And question number two that might be asked. А соответствует ли действительности то, что вам говорит этот человек? So things that are said by that person, are they real, are they factual? And how it can be checked? Потому что вы помните, в самом начале мы говорили о том, что он ссылается на свои же статьи, на то, что он же сам написал. Because you remember, right in the beginning, we have said that that person actually quotes his own articles. И момент номер три. And then question number three. Вам необходимо помнить о том, что существует такая болезнь, она называется секта головного мозга. And you have to understand the moment number three, that there is a disease, which is called a cult of the human brain. Дело в том, что человеку всегда нужен миноватый. You have to understand that person, he always needs someone who would be guilty. При этом человек забывает, что в большинстве стран этого мира провозглашена свобода совести, вера и исповедания. And at the same time, this person, he forgets that in most of the countries in the world, there is a liberty of consciousness and freedom of religion. Ну, я думаю, что те люди, которые не являются юристами, они, может, и не запомнят это конституционное право. Ну, вот следующий пример вы точно запомните. But the next example you will remember for sure. Помните средневековую Европу. Just remember medieval Europe. Помните инквизицию. Remember the inquisition. Помните охоту на лед. You remember the hunt for witches. Помните сожжение людей на костре. You remember how people were burned in the fire. Помните, как самых ярких ученых и как самые светлые умы того времени объявляли еретиками и жгли на костре. Remember how the lightest, the most brightest scientists of those signs were proclaimed to be heretics and they were burned in the fire. А знаете, что происходило после того, как кого-то жгли на костре? And you know what used to happen after one would be burned in the fire? Его имущество конфискуло. His property would be confiscated. Я думаю, что этот пример вы запомните точно. And I'm sure that this example you will remember for sure. На этом у нас уже сегодня с вами время вышло. Я благодарю всех за внимание. Кому интересны наши прямые эфиры по контркультовым и антикультовым движениям, то следующий прямой эфир у нас будет в это воскресенье в 20.00. Я благодарю всех за внимание и всего вам доброго. Всего доброго! Всего доброго!